МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Христос воскрес! Православные верующие сегодня празднуют Пасху. 33 года после Чернобыльской аварии. О жизни в пострадавших районах и населенных территориях, научных исследованиях и законотворческих инициативах. Наш специальный репортаж. Стихия свалок, горы мусора на улицах, городов и поселков – все более редкое зрелище. Но и решенным этот вопрос пока не назовешь. Все его аспекты в интервью программе. Сегодня православные верующие отмечают Пасху или Светлое Христово Воскресение. Это самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу над смертью и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа после его распятия на кресте за грехи всего человечества. После утренней службы по церквям и храмам Гомеля передвижная звонница провезла благодатный огонь. Святыню везде встречали сотни прихожан. В Гомеле около 15 православных храмов, и в каждом из них в эту ночь прошло праздничное богослужение. Желающих попасть на него столько, что даже самый большой в городе Свято-Петропавловский собор с трудом вмещает всех. За пасхальные утренние следует божественная литургия. Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе» и каждый раз верующие отвечают «Воистину Воскресе!» «Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!» Этой же ночью в Гомель прибыл благодатный огонь от гроба Господня. Святыню из Иерусалима доставили во время пасхального богослужения в Свято-Петропавловский кафедральный собор. Крестный ход в пасхальную ночь – это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Пасха – время поздравлений. Для каждого верующего Пасха особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие, говорится в поздравлении президента страны. Вера всегда была нравственным стержнем белорусов. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях, почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира. Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем. Краеугольный камень нашей веры – ее неотъемлемая и незыблемая основа. Так определяется воскресение Христова в пасхальном обращении митрополита Минского-Изославского, патриаршего экзарха всей Белоруссии Павла. Христос Спаситель восстал из мертвых и открыл всему человечеству путь к воскресению, к вечной и блаженной жизни в обителях Царствия Небесного. Особенность празднования Пасхи в Гомеле – передвижная звонница. Уже девятый год она созывает прихожан на богослужение и возвещает о крестном ходе, шествующем по городу. Сегодня ночью к нам прибыл этот благодатный огонь с Иерусалима, который уже по традиции несколько лет от собора Петра и Павла разносится с колокольным звоном по всему городу, по всей нашей епархии. Я надеюсь, что люди в радости своих сердец о воскресении Христово принимают этот благодатный огонь и радуются вместе со Христом о его воскресении. Всех с Пасхой Христовой! Христос воскресе! Шествие благодатного огня по всем храмам Гомеля стартовало в 11 часов. Сегодня светлое Христово воскресение. После бесконечной зимы и хмурого неба день Пасхи пронзительно светлый, ясный и солнечный. Пробуждающаяся природа, трели птиц, оживляющие вместе с детскими голосами и колокольным перезвоном парк вокруг Свято-Петропавловского собора. От красоты, умиления и чистой радости, которые приносит этот праздник православным, замирает сердце. Пасха празднуется 7 дней, и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. При этом каждый день недели также называется Светлым. Алексей Натюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, Андрей Иванов. Новости недели. 26 апреля в Беларуси отметили одной из самых трагических дат в новейшей истории страны. В этот день, 33 года назад, на Чернобыльской атомной станции взорвался четвертый энергоблок. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по количеству пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. При этом радиоактивные осадки выпали практически на всей территории Гомельской области. История и современность по чернобыльских территорий в нашем следующем сюжете. Сразу после аварии работа АЭС была приостановлена. Однако после сооружения бетонного саркофага над четвертым энергоблоком ее возобновили. Первый и второй энергоблоки были вновь введены в строй в октябре 1986 года. Третий энергоблок заработал в декабре 1987. В октябре 1991-го на нем также произошла крупная техногенная авария, правда без выброса в атмосферу радиоактивных элементов. Эти кадры сняты именно в те дни. Обратите внимание, даже через пять лет после трагедии работники станции уверяли, что никакие опасные ситуации здесь никогда не возникали. Как вы думаете, еще опасность какая-то реальная есть по радиационному загрязнению? Ее вообще не существовало. Ее вообще не существовало, поскольку, ну, это же не связано с реактором, хотя в какой-то мере, может, она и была. Ну, не в том плане, в котором думают, скажем, не специалисты. Нам говорят, что это с 86-го года. Секунду. Нам говорят об этом с 86-го года, что опасности никакой нет. Я не понял вашего вопроса. Хорошо. Кто со мной разговаривал, можете сказать только? Я? Да, представьте, пожалуйста. Ну, я начальник отдела здесь, отвечающий за безопасность. Сегодня работники этой станции хотят преуменьшить значимость происшедшего, что, мол, эта авария не является, значит, не классифицируется как ядерная, а как авария электротехническая и самой низкой степени опасность. Впрочем, о возможных масштабах трагедии в Беларуси догадывались и тогда. На всяком случае, уже в мае 86-го на юге страны начались мероприятия по отселению жителей пострадавших территорий. Поселок Солнечный на окраине деревни Пырки был построен для участников всесоюзной ударной комсомольской стройки. Здесь решено было возвести не имеющий аналогов в СССР суперсовременный животноводческий комплекс. В начале мая 1986-го всех жителей Солнечного эвакуировали. Сегодня главные хозяева в поселке это дикие животные, хотя в последнее время человек явно намерен их потеснить. С прошлого года на территории Полесского радиационно-экологического заповедника начали проводить экскурсии для желающих своими глазами увидеть зону отчуждения. Если судить по опыту Украины, этот вид туризма будет пользоваться популярностью. Будет ли у нас такой объем, сложно сказать. У нас нет самой атомной станции, у нас нет города Припять, который востребован и хотят видеть туристы в Украине. Но у нас есть своя изюминка. У нас также есть населенные пункты, есть, как мы говорим, заброшенный город. Это солнечные, которые хотят посетить. А также есть уникальная природа. У нас зимой можно приехать и посмотреть зубров, зубропитомники, когда идет подкормка. И также в самом заповеднике можно встретить различных животных. После катастрофы на Чернобыльской атомной станции городской поселок Брагин находился буквально между жизнью и смертью. Были планы по его полному отселению с последующим захоронением всех строений. Сегодня здесь об этом помнят, но больше говорят уже о возрождении и развитии. В 2018-м в горпоселке прошла масштабная реконструкция, в результате которой облик райцентра изменился кардинально. Во всяком случае, в местном доме культуры произошедшие изменения оценивают именно так. Новый зал оснащен самой современной аппаратурой. Здесь готовы принимать исполнителей любого уровня. На сегодняшний день данное учреждение является очень популярным среди жителей города, а также района. Также к нам на мероприятия приезжают гости из соседних районов. В 2019 году у нас уже были концерты таких исполнителей, как Писнер, и приезжал к нам Сергей Кунай. Ожидается приезд симфонического оркестра Гомельской филармонии, такого исполнителя, как Сергей Славянский. Брагинский район Гомельской области – один из красивейших и самобытных уголков Беларуси. Край этот имеет богатую многовековую историю. На его земле сохранились стоянки первобытных людей. Чернобыльский период во временном плане не такой длительный, но по своим последствиям для соотечественников не менее значимый. Брагинчане о своей истории помнят и говорят, что на этой земле останутся жить обязательно. Изменился не только сам внешний вид города, изменилось настроение людей, которые здесь живут, изменилось настроение людей, которые сюда приезжают. Люди к нам приезжают уже узнать об истории нашего города, все чаще, посмотреть наш метеорит. То есть мы стали уже интересны не только как Чернобыльский район, а как район с такой богатой историей. Вот это я могу сказать точно. Внедрение новых методик диагностики и лечения и исследования в сфере радиоэкологии леса и животных. После Чернобыльской катастрофы в Беларуси возникли новые научные направления. В Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека чернобыльская тематика без внимания также не остается. Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, Республиканская программа научных исследований, фундаментальные прикладные науки медицине, региональная научно-техническая программа, инновационное развитие Гомельской области. Только в прошлом году в рамках этих и ряда других программ в центре выполнено 11 научно-исследовательских работ по проблематике и последствий катастрофы на ЧАЭС. Получено 15 патентов на изобретение, внедрено более 200 новых технологий диагностики и лечения пациентов. Специалисты нашего учреждения, они стажируются в ведущих учреждениях здравоохранения не только Республики Беларусь, но и за рубежом, что позволяет нам внедрять новейшие методики, разрабатывать самостоятельно эти методики в рамках как раз реализации научно-исследовательских работ, что в конечном итоге позволяет нам добиться потом хороших результатов путем внедрения тех новых методик в состоянии здоровья пострадавшего населения. Чистый, уютный и процветающий. Через 33 года о катастрофе на ЧАЭС в Чечерске ничто не напоминает. За прошедшее время здесь выросло поколение, которое события 1986-го собственными глазами не видело. Хотя не видеть не значит не знать. На митинге у памятника отселенным деревням представители органов власти, ликвидаторы и учащиеся чечерских школ. Сегодня на территории района реализуется шестая государственная программа по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Главная цель – создать условия для дальнейшего развития всех сфер. Сейчас район занимает в Гомельской области восьмое место по уровню среднемесячной зарплаты. Здесь действует более 200 организаций различных форм собственности, причем на частные предприятия приходится практически весь экспорт. Кстати, торгует район с 12 странами мира. Среди приоритетных направлений также агротуризм. Но главное внимание – развитие агропромышленного комплекса, с которым связывается будущее региона. Многое сделано по реабилитации территории, по защите населения. И мы же видим, что в целом пик этот прошел. И наша задача, по сути, страны – восстановить и вернуть в оборот и леса, и земли пахотные и так далее. И создать условия для жизни и проживания, вернее, населения. Вот на это, по сути, направлены вот эти все мероприятия. И Госком Чернобыль этим занимается, и вот законодательства на это настроены. Другое дело, что есть определенные моменты, которые надо бы максимально учить. Создать какие-то, наверное, более привлекательные условия. В данном случае мы недавно эту тему тоже обсуждали. Я лично считаю, что нам надо было бы в районах пострадавших создать условия, близкие, может быть, к парку высоких технологий. Убрать на какой-то период налоги, может быть, еще там какие-то привлекательные дела. Поэтому я бы больше сфокусировался на этой части. А то, что делает государство в плане защиты, обследования, медицинской помощи и материальной помощи, я думаю, при нашей не очень такой большой экономике, все-таки делается немало. И это такой, на мой взгляд, плюс большой, потому что наши соседи, которые тоже пострадали, та же Украина, часть России, у них пакет социальный намного меньше. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Представители администрации президента продолжают проводить выездные приемы граждан в регионах и в столице. 24 апреля в Рогачеве людей выслушала начальник Главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская. Подробнее об этом, а также о других важных событиях этой недели далее в обзоре от службы информации. При необходимости представители местной власти должны взять за руку обратившегося к ним за помощью человека и провести по всем инстанциям, помогая разрешить проблему. Таким мнением поделилась с журналистами начальник Главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская после приема граждан в Рогачевском райисполкоме. Большинство людей пришли на прием с вопросами, решение которых не устраивает заявителей. По словам Ольги Шпилевской, выход из ситуации будет продуман в ближайшее время. На этой неделе на Мозорском НПЗ возникли сложности с переработкой некачественной российской нефти, которая привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования. В течение нескольких дней завод был вынужден перерабатывать сырье с высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозийной активностью. Для защиты технологического оборудования пришлось многократно увеличить количество используемых реагентов. При этом завод продолжил производство полного ассортимента товарной продукции должного качества. Решено было временно ограничить экспорт светлых нефтепродуктов. Жалобы на некачественную нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба», высказали некоторые западные страны. Как ожидается, качественное сырье из России поступит на границу с Беларусью в понедельник. По предварительным оценкам, ущерб уже превышает сотни миллионов долларов. Предприятия региона вошли в число лауреатов премии правительства Беларуси в области качества. В этот раз отличились Туровский молочный комбинат, БМЗ, Мозорский НПЗ, Речицкий метизный завод и фабрика «Спартак». Телерадиокомпания «Гомель» стала обладателем специальной награды за всестороннее освещение темы качества и делового совершенства. Среди отмеченных цикл программ «Знак качества», ток-шоу «Главная тема» и программа «Диалог». Во всех районах Гомельской области ввели запрет на посещение лесов. Вне закона даже прогулки и пикники. Нарушение чревато штрафом до 25 базовых. Мера временная и вызвана сухой и по-летнему теплой погодой. В апреле в лесах области зафиксировано уже несколько десятков пожаров. Наиболее частой причиной их возникновения является человеческий фактор сжигания сухой растительности и мусора, брошенные незатушенные окурки. Пять студентов вуза в Гомельской области на этой неделе получили ежегодные премии облсполкома. Это дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов, активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности. Подснежники из мусора. Не самая приятная, однако вполне распространенная картина. Особенно весной. Речь о несанкционированных свалках на территории нашей области. К слову, только за 2018 год в регионе контролирующими органами было выявлено более 2000 стихийных образований. Эксперты говорят, чаще всего страдают окраины крупных населенных пунктов и территории дачных кооперативов. Как работают над проблемой экологи? И что нужно менять в мышлении населения? Об этом в нашей традиционной рубрике «Интервью». Дмитрий Александрович, Ваше ведомство ведет контроль за обращением с отходами. Какие факты чаще всего фиксируете в Гомеле и на территории региона в области? Ну, большое количество нарушений выявляется при эксплуатации предприятиями ЖКХ объектов захоронения твердых коммунальных отходов. Это городские полигоны для захоронения отходов и мини-полигоны, которые расположены в сельской местности. Нарушения какого характера? Нарушения при эксплуатации факты захоронения вторичных материальных ресурсов. То, из чего можно было извлечь дополнительную экономическую выгоду? Совершенно верно. Также факты несоблюдения районной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. И, как следствие, это выявление фактов несанкционированного размещения отходов на общедоступных территориях нашей области. Вот об этом поговорим более подробно. Весной, как понимаю, вместе с подснежниками все чаще выявляются факты появления несанкционированных свалок. Насколько эта проблема сегодня актуальна для области? Да, совершенно верно. Потому что зимой не всегда мы вовремя можем выявить несанкционированную свалку из-за снега. А весной все на виду. По статистике, в рамках нашей контрольной деятельности, только за первый квартал текущего года выявлено порядка 700 несанкционированных свалок. По фактам данных нарушений составлено порядка 100 административных протоколов на виновных лиц на сумму порядка 30 тысяч рублей. И с целью устранения данных нарушений территориальными органами Минприроды было направлено порядка 500 рекомендаций, предписаний и информационных писем для их устранения. Территориально эта проблема актуальна больше для гомеля и пригорода или все-таки для небольших населенных пунктов, дачных кооперативов? Да, в пригороде областного центра выявляется достаточное количество. Но большинство данных фактов выявляется на территориях, которые прилегают к садоводческим товариществам. Также на окраинах сельских населенных пунктов. В чем, на ваш взгляд, первопричина? Может быть, далеко не везде созданы должные условия по организации сбора отходов? Людям попросту некуда свозить их? Ну, вообще, сбор отходов с каждого населенного пункта прописан в таком документе, как районная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. И в этой схеме определены конкретные маршруты, графики вывоза отходов с каждого, не только населенного пункта, но и по каждому домовладению. Так вот, одна из причин – это не всегда предприятия ЖКХ соблюдают эти графики и маршруты. Это тоже контролируете? Конечно, обязательно. И, с другой стороны, не все садоводческие товарищества, не все граждане заключают договор с предприятиями ЖКХ на сбор и удаление отходов. Это в погоне за экономией? Конечно. Хотя сумма далеко не самая большая. Да, там порядка двух-трех рублей. Дмитрий Александрович, вы уже говорили о штрафных санкциях. На ваш взгляд, насколько это действенный инструмент воздействия на человека? Безусловно, одними штрафными санкциями данную проблему не решить. Здесь очень многое зависит от экологической сознательности и культуры граждан. В последнее время очень большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей, школьников, молодежи. Проводится разъяснительная работа в трудовых коллективах. Активно используется реклама в средствах массовой информации. То есть работа в данном направлении ведется активно. Что ж, спасибо за информацию. Успехов в делах. И до встречи в эфире. На предстоящей неделе в Гомель привезут картины народных художников СССР Сергея и Алексея Ткачевых. Их творчество посвящено жизни простого народа, русской деревне, крестьянству. Герои картин – это реальные люди, современники, друзья, соседи. Уникальность творчества братьев Ткачевых в том, что они пишут в две кисти. Персональную выставку этого художественного дуэта откроют 3 мая во дворце Румянцевых и Паскевичей. А сейчас посмотрим обзор культурных событий недели уходящей. Сезон фонтанов торжественно открыли в Гомеле. Посмотреть на то, как они оживают после зимы. Собрались сотни жителей областного центра. Главные зрители, как всегда, дети. Рукотворные источники запустили во всех районах города. Самый большой и эффектный фонтан возле цирка с чашей, вмещающей более 200 кубических метров воды. Ожил он под звуки вальса. С запуском фонтанов шум города изменился и наполнился еще более звонким смехом детей. Скоро площадки у воды облюбуют молодежь для свободного времяпровождения, встреч и свиданий. В Гомеле с концертом в поддержку безвозмездного донорства крови выступила группа «Нави-бэнд». Музыканты поддержали проект «Подари кровь, спаси чей-то мир» и проехали с туром по областным центрам Беларуси. Группа исполнила как давно полюбившиеся всем хиты, так и новые песни. Солисты «Нави-бэнд» по традиции в промежутках между выступлениями общались с залом, который, стоит отметить, был полон зрителей. В преддверии светлого праздника Пасхи в областном центре открыли выставку творческих работ «Пасхальная радость глазами детей». Все представленное в экспозиции создано школьниками и воспитанниками детских садов под руководством наставников из центров дополнительного образования. Пасхальные открытки и сувениры, панно и праздничные композиции. Зрителю остается лишь удивляться безграничности фантазии этих творческих ребят. Из самых простых материалов их руками создаются истинные произведения искусства. Далее о культурных событиях недели предстоящей. Поклонники комиксов в ожидании финала «Мстителей». 29 апреля состоится премьера «У нас», и на этот день билеты практически полностью выкуплены во всех кинотеатрах региона. Классику соцреализма представят во дворце Румянцевых и Паскевичей. 37 живописных полотен Сергея и Алексея Ткачевых привезут в Гомель. Братья-художники родом из Брянщины, и они на протяжении почти 70 лет создают свои картины в дуэте. Им сейчас за 90, но они по сей день пишут и пишут вдвоем. Выставка откроется 3 мая в 16.00. А 4 и 5 мая под Гомелем состоится весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного отдыха. В программе выставка-ярмарка с дегустацией продукции фермерских хозяйств, чемпионат уличной культуры продвижения, а также работа множества развлекательных и интерактивных площадок. Ожидается, что на фестиваль приедет около 500 человек. В числе участников можешь оказаться и ты. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Материал подготовлен специально для программы «Новости недели». И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин